Чтобы добиться успеха в жизни, вам сначала нужно настроиться на успех. Харф Эккер в своем бестселлере «Мышление миллионера» очень верно подметил. «Если ваше подсознание не настроено на успех, ничто из того, чему вы учитесь, ничто из того, что вы знаете, ничто из того, что вы делаете, не приведет вас к успеху». Большинство людей ставят цели на сознательном уровне. При этом наука утверждает, что ваше сознание отвечает только за 1-5% всего вашего потенциала. Что же тогда определяет 95-99% всего, что происходит в моей жизни, спросите вы? Отвечаем. Ваше подсознание. Согласно исследованию доктора Брюса Липтона из Медицинского центра Стэнфордского университета, именно ваше подсознание определяет, сколько успеха, изобилия, счастья и свободы будет в вашей жизни. А все потому, что ваше подсознание в миллион раз мощнее, чем все ваши усилия воли вместе взятые. Запомните. Именно ваше подсознание управляет тем, как вы проживаете свою жизнь. Ваше подсознание, как губка, впитывает всю информацию из окружающего мира и сохраняет ее. Оно ничего не забывает. Именно поэтому можно, например, загипнотизировать кого-то и заставить его вспомнить определенную дату или определенную ситуацию из его жизни во всех деталях. Ваше подсознание создает вашу личность. Существуют две версии вас. Ваша внешняя и ваша внутренняя личность. Ваша внутренняя личность создается всем тем опытом, который у вас был. Всем тем, что вы слышали. Всеми выводами и суждениями, которые вы сделали об окружающем мире. Например, если в семье, в которой вы воспитывались, взрослые говорили, что жизнь тяжела, это убеждение наверняка стало частью вашей внутренней личности. Или, например, если у вас по жизни возникают денежные проблемы, где-то в подсознании у вас есть убеждение, что зарабатывать деньги трудно или неправильно. Ваша внутренняя личность влияет на все ваши убеждения. Да, совершенно не будет преувеличением сказать, что главная проблема, с которой вы сталкиваетесь, пытаясь улучшить свою жизнь, это изменение своих подсознательных убеждений. Потому что на жизнь каждого из нас влияет наше подсознание, которое содержит ограничения, к примеру, по поводу того, насколько счастливыми вы можете быть, сколько денег вы можете заработать, какими могут быть ваши отношения, как вы можете проводить отпуск, в какой физической форме вы можете быть, какой автомобиль водить. Наше подсознание с большой точностью говорит нам о том, чего мы можем достичь. Очень важно понимать, что мы можем действовать только в соответствии с этим планом. Это наша зона комфорта. Любые действия, выходящие за пределы этой зоны комфорта, будут вызывать напряжение, затруднения, тревогу и, в конечном итоге, работу против самого себя. Это значит, что настоящий секрет успеха заключается не в том, чтобы мотивировать себя на активные действия, направленные на реализацию своих целей, а в том, чтобы учиться перепрограммировать свои подсознательные убеждения так, чтобы успех больше не был связан с трудностями и давался вам автоматически, без усилий с вашей стороны. Сумев перепрограммировать свое подсознание, избавившись от убеждений, которые сдерживают ваш успех и не дают раскрыться вашему потенциалу, вы сделаете первый шаг к улучшению всех областей вашей жизни. Когда вы в полной мере осознаете это и научитесь использовать феноменальную силу своего подсознания для воплощения своих мечтаний, вы даже представить себе не можете, насколько ваша жизнь изменится к лучшему. Как же создать мгновенную подсознательную программу, которая трансформирует всю вашу жизнь? Существует простой способ перепрограммировать свое подсознание и, как следствие, добиваться большего успеха практически во всех сферах своей жизни. Это настолько поразительный прорыв, что в одном из бестселлеров он даже был назван «открытием десятилетия». И что самое интересное, делается это всего в три счета. Во-первых, нужно как можно ярче представить то, что вы хотите пережить в своей жизни. Во-вторых, нужно почувствовать сильную эмоцию, как будто это уже произошло. И затем повторять, прокручивать образ желаемого результата в своем сознании снова и снова. Вот и все. Так просто с помощью своего воображения вы можете перезаписать свои подсознательные программы так, чтобы они приносили в вашу жизнь больше счастья, богатства, творчества, уверенности, изобилия, здоровья или помогали вам добиваться практически любой цели. И есть человек, который всей своей жизнью доказывает, этот способ работает. И с этим человеком мы хотим вас сегодня познакомить. Это Лиза Никольс. Вы наверняка знаете Лизу по нашумевшему фильму «Секрет». Лиза – блестящий пример человека, сумевшего изменить до неузнаваемости всю свою жизнь, научившись использовать силу своего подсознания себе на пользу. До того, как Лиза научилась управлять своим подсознанием и избавляться от своих ограничивающих убеждений, ее жизнь, мягко говоря, не была похожа на сказку. В прошлом она мать-одиночка, получавшая пособие для малоимущих, чтобы как-то прокормить своего сына. И ей долгие годы буквально приходилось сводить концы с концами. Но начав работать со своим подсознанием, Лиза сумела кардинально изменить всю свою жизнь. Теперь она успешный предприниматель, автор шести книг, ставших бестселлерами, один из самых известных трансформационных спикеров в мире. Изменения не произошли за один день. Никакой магии. Но у нее получилось. Как-то я сидела со своей бабушкой, и она сказала мне, детка, она начинает все разговоры с этого, детка, когда ты доживешь до моих лет, ты будешь сидеть в своем любимом кресле-качалке и рассказывать историю своей жизни. Ты будешь рассказывать своим внукам и их детям, соседям, всем, кому охота слушать. Расскажи им историю своей жизни, детка. Но когда ты в твоих годах, милочка, ты должна жить так, чтобы история твоей жизни была хороша. Моя бабушка велела мне жить по полной, жить так, чтобы история моей жизни была интересной, великолепной, сочной. Но ведь я маленькая девочка, которая выросла в самом неблагоприятном районе Лос-Анджелеса. Я та маленькая девочка, которая была рада тройке в школе. Другие злились, когда получали тройки. Когда я получала тройку, я танцевала от радости. Это была отличная оценка для меня. Кто-нибудь думал так же? Спасибо вам. Я была тем ребенком, которому нужно было повторять. Я запоминаю не быстро, зато основательно. Но в школе меня это не спасало. Для меня это было 12 лет каторги. Моя бабушка говорила, «Детка, проживи так, чтобы твоя история была хороша, чтобы она была сочной, и не позволяй никому убивать твою мечту. Ни за что». В 18 лет я решила начать писать. «Бабушка, я хочу быть спикером». «Хорошо, детка, начинай писать, начинай выступать». Я принесла бабушке свою первую речь. Она взяла ее почитать. И я говорю, «Нет-нет, дай мне зачитать тебе». Я читаю, бабушка слушает и говорит «М-м-м». И я обвожу ту часть, где бабушка сказала «М-м-м». Ведь это хорошая часть. И в конце я говорю, «Положи это в папку, бабушка». Я до сих пор вижу эту черную папку с надписью «Речи Лизы». Через две недели я прихожу с новой речью, зачитываю ее. Бабушка говорит «М-м-м». Я обвожу и говорю, «Возьми, бабушка, положи это в папку». За год я положила 12 речей в эту папку. «Бабушка, у меня есть прекрасные речи». И она отвечает «Да, детка, прекрасные. Но, детка, ты хочешь вдохновлять миллионы?» «Конечно! Сотни миллионов!» «Конечно!» И она говорит «Не хочешь ли ты поделиться этими речами еще с кем-то?» Не только со своей бабушкой. Вы должны делиться своими мечтами. Вы не можете бояться. Вы должны поделиться своей мечтой. Вы должны быть готовы выглядеть смешно. Иногда вы должны быть готовы идти в одиночку, потому что Бог дал эту мечту не кому-то другому, а именно вам, в вас зиждется нечто большее, чем вы сами. Вы беременны идеей. Меня поражает, что некоторые сдаются, как только становится тяжело. Вы беременны идеей, которая больше вас. Вы слышали, чтобы роды были легкими. Вы рожаете что-то. Вы рождаете что-то. Вы рождаете что-то. Когда женщина рожает ребенка, она не думает о боли. Она думает о том, что ее ждет в конце. Это единственное, почему мы согласны на боль. Все это время, пока мы рожаем, мы думаем о том, что боль стоит этого. Наши мужья поддерживают нас. Давай, не сдавайся, потому что мы ожидаем что-то прекрасное в результате. Давайте беречь наши мечты, как наших детей, как нечто ценное и хрупкое, чтобы не встало на пути. Идите к своей мечте, потому что это правильно. Идите к своей мечте, потому что она не дает вам спать ночью. Вы думаете, что идти к вашей мечте тяжело? Но поверьте, намного тяжелее не идти к ней. Вы никогда не сможете заснуть, потому что мечта в вас, в ваших клетках. Та девочка из опасной части Лос-Анджелеса, которая по пути из школы домой попадала в драку трижды в неделю, которая радовалась тройкам и жила ниже черты бедности, должна была остаться в прошлом. Она не вписывалась в мое настоящее. Она просто помогла мне стать мной нынешней, но я не держусь за нее. Я признаю и люблю ее, но она не сдерживает меня, не мешает мне. Я не прячусь за эту историю. Меня спрашивают, как ты, афроамериканка, женщина, преуспела на большой сцене в соперничестве с мужчинами. Как ты добилась этого? Я говорю, я не знала, что для меня это невозможно. Меня никто не предупредил об этом. Но что же именно помогло Лизе Никольс и продолжает помогать ее ученикам по всему миру изменять свои жизни до неузнаваемости? Секрет Лизы – творческая визуализация. Творческая визуализация – метод, который изменил мою жизнь. Эта техника очень дорога моему сердцу, ведь это секрет, открытый благодаря многим годам проб и ошибок, который преобразил мою жизнь, наполнив ее счастьем и изобилием, жизнерадостностью, и дал мне возможность исполнять свои самые большие желания каждый день. Так что знайте, вы сами можете писать свою историю, вы можете творить свое будущее. Я верю в вас. А начинается все с визуализации ваших мечтаний. Одно из последних исследований в области нейронауки доказывает, что мозг физически реагирует на визуализацию, даже если заниматься всего по 8 минут в день, создавая новые нейронные связи, помогающие добиваться результатов быстрее. Чего бы вы не хотели? Новый автомобиль, пятизвездочный отдых с семьей, скинуть несколько килограммов или получить прибавку на работе, или даже если вы хотите в корне изменить свою жизнь, творческая визуализация – ключ к успеху. Многие знаменитости одобряют использование творческой визуализации и утверждают, что она сыграла важнейшую роль для их успеха. Возглавляют этот список Опра Уинфри, Тайгер Вудс, Арнольд Шварценеггер, Уилл Смит и Билл Гейтс. И будет трудно найти олимпийского золотого медалиста последних 20 лет, который не пользуется визуализацией. Актер Джим Керри рассказывает поразительную историю о том, как прежде чем стать знаменитым, он визуализировал, что получает чек на 10 миллионов долларов. Годами. И что самое поразительное? То, что именно такую сумму он получил за свою роль в фильме «Тупой» и еще тупее. Совпадение? Может быть. Но бесчисленное множество людей, которые визуализируют каждый день, скажут, что все, без исключения, что вы визуализируете, начинает притягиваться в вашу жизнь. Как же правильно применять творческую визуализацию? Давайте рассмотрим такой случай. Допустим, вы хотите иметь собственный новый престижный автомобиль. Вы должны вообразить себя за рулем автомобиля и почувствовать этот момент так, как будто это происходит сейчас, а не когда-то в будущем. Другими словами, гораздо лучше ощутить чувство радости от владения автомобилем, чем чувство желания владеть им. Давайте попробуем творческую визуализацию прямо сейчас. Для этого вам нужно сделать пять простых шагов. Первый шаг – это расслабление. Творческая визуализация лучше работает, если вы находитесь в расслабленном состоянии сознания на альфа уровне работы мозга. Итак, расслабьтесь. Сядьте удобно. Расслабьте свое тело и отпустите все тревожные мысли. Почувствуйте, как вы расслаблены и спокойны. Теперь вы готовы к визуализации. Это шаг второй. Собственно, визуализация. Для того, чтобы визуализация была более эффективной, необходимо создать мысленный экран напротив ваших глаз. Представьте себя в кинотеатре. Но вы единственный человек в зале. Перед вами гигантский экран. Он должен быть впереди, напротив ваших глаз и немного приподнят чуть выше уровня глаз. Экран должен быть перед вами на расстоянии по крайней мере двух метров. Сделайте экран настолько большим, насколько можете, как экран в кинотеатре. Попробуйте это прямо сейчас. Закройте глаза и мысленно представьте перед собой экран, чуть приподнятый над горизонтом и расположенный на расстоянии по крайней мере двух метров. В процессе визуализации проецируйте образы на этот экран. На этом экране вам предстоит проецировать образы новой жизни, которой вы хотите жить. Смотрите на себя, делающим совершенные достижения. Если вы занимаетесь продажами, посмотрите на себя, удачно заключающим сделки. Смотрите, как ежемесячно растет ваша прибыль. А сейчас мы переходим к третьему шагу. Задействуйте свои чувства. Почувствуйте ветер, дующий вам в лицо. Представьте связанные с образом ароматы. Почувствуйте баранку руля на ощупь и температуру нагретого капота под ладонью. Чем больше вы привлекаете чувств, тем более реальным является образ в вашем подсознании. Чтобы увеличить эффективность творческой визуализации, делайте образ настолько реалистичным, насколько это возможно. Включайте движение. Сделайте экран трехмерным. Старайтесь видеть цвета и формы. Вот один пример. Образ апельсина. Представьте его цвет. Он светло-оранжевый и спелый. Затем представьте себя выжимающим апельсин. Представьте запах, когда вы начинаете его выжимать. Ощутите, как сок течет по пальцам. Затем сожмите апельсин и почувствуйте его мякоть. Поднесите его к носу и представьте благоухание апельсина. Вы образите таким образом пробование на вкус и восстановите память о том, каков на вкус апельсин в вашем рту. Вероятно, даже ваш организм уже отреагировал на эту визуализацию и у вас усилилось выделение слюны. Верно? Как видите, такая небольшая хитрость сделала образ максимально реалистичным. И даже для вашего тела уже нет совершенно никакой разницы, реально ли вы только что проделали этот опыт с апельсином или только в вашем воображении. Помните, чем более реалистичен процесс визуализации, тем лучше и быстрее результаты. Следующий, четвертый шаг. Испытайте сильные эмоции, связанные с образом. Радость, счастье, ощущение исполнения. Как бы вы себя чувствовали, если бы у вас было то, что хотите? Вообразите и исследуйте это чувство. За мыслями, без эмоций, нет энергии и силы. Испытывайте эмоции от обладания тем, что вы хотите. Ну и последний, пятый шаг. Отпустите этот образ. Дайте возможность Вселенной наилучшим образом позаботиться обо всем остальном. Но это не значит, что вы не можете помогать Вселенной. Продолжайте совершать шаги по направлению к своим целям. Теперь над их реализацией вы работаете вместе. Вы и Вселенная. Вы и ваше подсознание. И это, пожалуй, все. Если вы поняли эти шаги, вы готовы начать создавать жизнь, от которой у вас действительно будет захватывать дух. Я забежала к вам, чтобы растормошить вашу душу. Чтобы вам было неуютно оставаться на месте, где бы вы ни были. Меня не интересует ваша биография. Меня не восхищают биографии. Я хочу знать, кем вы становитесь. Меня интересует ваше будущее значительно больше, чем ваше прошлое. Вам нравится ваша биография. Мне нравится ваше будущее. Я хочу пригласить вас в путешествие. Когда-то я проделала его тоже. И если это путешествие доставит вам в дискомфорт, так как это было со мной, добро пожаловать в мой мир. Иногда ваш победитель не помещается в вашем теле. И когда вам неуютно, вас выворачивает наизнанку. Это ваш победитель говорит, я не сдамся, пока ты меня не выпустишь. Я в тебе не для того, чтобы прятаться, чтобы навсегда поселиться в твоих мечтах. Я прошу тебя встать, взять меня с собой и показать меня миру. И если это путешествие перевернет что-то в вас, заставит вас содрогнуться, добро пожаловать. Где вы видите себя через пять лет? Какова ваша мечта сейчас? Я хочу, чтобы вы представили себе свою мечту. Все, чего вы хотели, вы получили. И даже больше. Вы живете в своей мечте, в третьей степени. Представьте себе это и сделайте глубокий вдох. Вы подъезжаете к своему дому в машине вашей мечты. Представьте себе самую шикарную машину, которая дает вам чувство радости и удовлетворения, когда вы в ней едете. Вы подъезжаете, ворота открываются, и вы едете еще километр. Я же говорю вам, ваша мечта даже лучше, чем вы думали. Я сказала, мечта в третьей степени, так что вы должны ехать еще километр до своего дома. Хорошо. Вы открываете двойные двери, вдыхаете запах лаванды, слышите музыку, входите в столовую и видите стол на 15-20 человек, и все места заняты самыми прекрасными и любимыми людьми на планете, вашей семьей. И тот человек, с которым вы всегда ссорились, сидит рядом с вами, потому что вы помирились. Я же говорю, все намного лучше, чем вы думаете. Все намного лучше. Они смеются и разговаривают, и благодарят вас за то, что пять лет назад вы проделали это путешествие, и оно заставило вас сдвинуться с места. Они благодарят вас, празднуют и поднимают бокалы в вашу честь. Увидьте бокалы, поднятые в вашу честь. Спасибо, что ты научил нас снова мечтать. Спасибо, спасибо, что ты проделал это путешествие, потому что твое преображение помогло преобразиться нам. Вы это видите? Вы сидите за столом, угощаете друзей. Тот, кто лучше всех готовит в вашей семье, приготовил сегодняшний пир. Я же говорю, это хороший день. Вдруг ваш телефон звонит, и вам напоминают, что вы должны ехать на мероприятие. Вы извиняетесь и просите гостей продолжить пир. У вас в доме 15 спален, так что места хватит всем. Вы садитесь в машину и выезжаете на скоростную дорогу, и когда вы подъезжаете к стадиону, вы попадаете в пробку и начинаете волноваться. О, Боже, я опаздываю. Друзья, представьте себе пробку на дороге. Почувствуйте волнение. О, Боже, я опаздываю. Опаздываю. И вдруг вы вспоминаете, что все эти люди спешат на стадион, чтобы увидеть вас. Это ваша дорожная пробка. Вы на 10 минут опаздываете, но прибываете на мероприятие, и все в восторге, что вы прибыли. Они прощают опоздание. Вы стоите на сцене вот так, и вы смотрите на 10 тысяч человек. Все они пришли только ради вас. И вы начинаете свою речь. Спасибо. И прежде чем вы успеваете сказать следующее слово, вам кто-то из заднего ряда выкрикивает. Нет. Спасибо вам. Потом следующий слева выкрикивает. Спасибо вам. И справа кто-то выкрикивает. Спасибо вам. И один за другим все 10 тысяч человек выкрикивают. Спасибо. 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 Вы слышите слезы, вы слышите старых людей, молодых. Йоу! Спасибо. 20 минут вы стоите на сцене и слушаете благодарность, и вы начинаете понимать, вы пришли не для того, чтобы говорить. Вы пришли, чтобы принять благодарность за ваш вклад. И вы решаете закрыть все двери на стадионе, и встаете в одной открытой двери, и обнимаете каждого человека, и они рады стоять и ждать шесть часов, чтобы обнять вас, ведь вы вдохновили их на то, чтобы снова жить, снова дышать, играть по-крупному, быть странным. Вы вдохновили их своей жизнью, но не тем, что вы говорили, а тем, кем вы решили быть. Вы обнимаете сорокалетнюю женщину, и она говорит, спасибо, что вы показали мне, что можно жить своей мечтой, быть матерью и женой, и оставаться собой. И семидесятилетний мужчина говорит, спасибо, что вы открыли мне, что еще не слишком поздно что-то изменить. И шестнадцатилетняя девочка говорит, спасибо, что вы мне показали, что можно ошибаться, все испортить, а потом все-таки сделать правильно. И пятнадцатилетний пацан говорит, спасибо, что вы мне открыли, что я должен в первую очередь заняться собой. Все благодарят вас. Сделайте глубокий вдох. Откройте глаза. Вы видите свое будущее. 19 января 2008 года я ехала по скоростной дороге на стадион Сан-Диего со своей подругой. Мы открыли крышку кабриолета и слушали музыку. И вдруг мы встали в пробку. И моя подруга в шутку говорит, Лиза, а вдруг это твоя дорожная пробка? И я заплакала. Сама мысль меня растрогала, хоть пробка и не была моей. Но скоро мы стали нервничать, так как вообще не продвигались. У меня было только 20 минут, и я должна была успеть. Моя подруга подъехала к белому фургончику и спрашивает, можно мы влезем перед вами? Водитель спокойно помахал рукой. Конечно. Мы въехали перед фургончиком. Водитель высунулся из окна и добавил, потому что я и так еду смотреть на вас. Тут я совсем расплакалась. Теперь я плачу в три ручья. Подождите, дальше хуже. Итак, мы едем по магистрали. С нами равняется красивейшая машина. Опускается окно, и женщина говорит, во сколько вы выступаете? Я отвечаю, как только приеду. Она говорит, тогда я буду держаться за вами, потому что я еду только чтобы увидеть вас. Мы подъезжаем к съезду с магистрали, и нам некуда деваться, все забито машинами. До моего выступления осталось только пять минут. Передо мной выступает Тони Роббинс, и я надеюсь, что он будет говорить долго, потому что мне нужно еще время. Я должна успеть. Один за другим. Водители машин начинают указывать на нашу машину. Смотреть в зеркало заднего вида, и друг за другом они начинают съезжать на обочину. И дорога открывается нам, как Красное море. И когда мы проезжали между двумя рядами машин, они кричали нам только одно слово. «Спасибо!» Десять лет назад я проделала точно такое же упражнение, которое сделали вы. Если вам еще никто этого не говорил, то я вам скажу, вы только что сделали заказ у Вселенной. Когда я приехала на стадион, там не было десять тысяч человек. Там было десять тысяч пятьсот человек. И на прощание. Ваша жизнь ожидает вас. Может быть, вы уже играете по-крупному, но можно еще больше. Я хочу поблагодарить вас за то, что позволили мне провести с вами время, поделиться с вами моими историями, познакомить вас с моей бабушкой и поделиться своим путешествием с вами. Я не необычная. Я обычная женщина, которая каждый день выбирает принимать необычные решения. А это значит, что у вас нет отговорки. Я люблю вас. Я чту вас. Я радуюсь за вас. Я ваша сестра в изобилии и в возможностях. И в те дни, когда ваша вера в себя ослабевает, я буду продолжать верить в вас, потому что моя вера в вас крепка. Я люблю вас. Вы готовы начать мечтать по-крупному? Вы готовы поделиться своей мечтой с миром? Вы готовы сказать «да» своему победителю? Мы готовы поддержать вас на этом пути. Просто нажмите на желтую кнопку «Купить» под этим видео, чтобы сделать заказ прямо сейчас. И начинайте любить жизнь, которой вы живете, и жить жизнью, которую вы любите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok